Привет, с вами как обычно Джамбу Макс и я наконец-таки добрался до обзора одного из лучших бюджетных геймпадов под названием GameSear J7 SE, который носит звание первый в мире геймпад со стиками с методом Холла. Купил я его где-то в августе, приехал он ко мне где-то месяц назад, но я только сейчас смог взяться и наконец-таки о нем вам рассказать. Поэтому буду рад, если прожмете на этот видос лайк и подпишитесь на канал. Честно говоря, до какого-то момента я думал, что все бюджетные геймпады 100% хуже, чем оригинальные, ибо они и проводные, и немного другой формы, и когда что-то стоит дешевле, ты начинаешь думать, что это точно хуже. Я действительно так думал до момента, когда стал знакомиться с такими геймпадами более детально, и после этого я полностью поменял насчет этого мнения, и сейчас я серьезно считаю, что бюджетные геймпады стали делаться даже лучше, чем классические для Xbox. И чем-то даже лучше, чем элитный контроллер, который предназначен для киберспорта. Кстати о киберспорте. Если вдруг вы когда-нибудь смотрели аниме Аватар Короля, рассказывающий историю про лучшего игрока в онлайн-игре Путь Славы, которого заменили после падения статистики клуба на более перспективного игрока, из-за чего главный герой Есю уходит с киберспорта и начинает жить обычной жизнью. Ну а после запуска 10 сервера решается вернуться в игру снова и начать все с нуля. То спешу вас обрадовать, для тех кто не знал, Аватар Короля, Изгнанный Король, книга 1, роман, можно купить эксклюзивно и по специальной цене только в интернет-магазине Читай Город, в котором вам за заказ еще дадут в подарок тематическую открытку. Это между прочим первое печатное издание на русском, которое является в Китае и Тайване бестселлером. И по мотивам данной истории как раз таки снята то самое аниме-сериал, фильм и дорама. Поэтому если ты хотел бы пополнить свою книжную коллекцию легенды всех киберспортивных романов, то приобретай книгу в интернет-магазине Читай Город. А если хочешь купить что-то из своего списка, используй мой промокод JUMBO25, который даст тебе скидку в 25%. Промокод действует на все, кроме книг по специальной цене. Активен до 18 октября, но те, кто ни разу вообще ничего не заказывал на сайте, можно просто найти промокодик со скидкой в 30% на первую покупку, и для этого достаточно просто перейти по ссылке в описании и выбрать книгу. Заказ доставят в любой уголок России, то есть в ближайший магазин Читай Город или пункт выдачи. Но если заказываешь в магазин, то доставка будет бесплатной. Поэтому переходи по ссылке в описании и заказывай, что понравилось. Но вернемся к геймпаду. Что касаемо комплектации, от него не стоило ждать какой-то сногсшибательной упаковки, она тут максимально простая, а-ля в коробке согнутая картонка. Конечно, это не производит никакого эффекта вау, кто-то скажет, что это вообще кринж, но в этой такой себе упаковке дают в комплекте 1 месяц геймпасс Ультимейт. Для меня это действительно удивительно, поскольку даже в геймпады юбилейные, или там, например, в геймпаде от Старфилда, такого не было. А тут геймпад бюджетный, вот тебе еще 1 месяц геймпасса играй. Кстати, большое спасибо моим спонсорам на Бусти за поддержку, на правах раннего доступа, юзайте, если вдруг кому-то надо. Ну а если кто-то тоже хочет стать Бусти подписчиком, то можно поддержать меня по ссылке в комментариях. В комплекте есть, что идет провод, довольно-таки гибкий, длинный и плетеный. Инструкция, и поверьте, она тут не лишняя за счет дополнительной кнопки, наклеечки и, конечно же, геймпад. Честно говоря, я был удивлен, что по тактильным ощущениям он довольно-таки приятный. Пластик тут не кажется дешевым, сзади имеется шероховатость, и дав поддержать такой геймпад с закрытыми глазами, ну, бюджетным назвать его сложно. Что касаемо заметных отличий от других геймпадов, то, пожалуй, бросается в глаза лишь форма. Первый раз, когда я его взял в руки, по ощущениям он мне показался слегка маленьким, ибо я геймпады люблю обхватывать, и поскольку я привык играть на трассмастере, а он большой, у меня сложилось, поэтому, ну, просто какое-то, наверное, ошибочное мнение, по факту он нормальный. Что касаемо кнопок, они тут весьма стандартные, может быть, чуть тише, чем у обычного геймпада, как вы можете заметить, тут есть две дополнительные кнопки сзади, которые, кстати, имеют блок, ну, если вдруг они вам не нужны, включаете, и они уже не прожимаются. Дополнительные кнопки, они весьма отзывчивые, поэтому идея с блоком самая то, за это прям респект. Конечно, жалко, что здесь нету блока курков, тогда бы вообще был бы АТАС, но и в целом такой комплектации тоже здесь хватает. Есть еще кнопка мьюта микрофона, что прикольно, и помимо всего этого, есть специальная кнопка М. Но я ее назову больше программной кнопкой, поскольку она много на что влияет. Ну, во-первых, с помощью нее можно регулировать громкость чата и звука игры, чтобы не заходить постоянно в меню. Можно переназначить без приложения задние кнопки. Нажимаете на кнопку М, нажимаете на дополнительную кнопку сзади, и ждете мерцания индикатора, а потом нажимаете на ту кнопку, которую хотите назначить, и все. Ну, а еще с помощью нее можно переключаться между созданными профилями, но об этом мы поговорим чуть позже. Как и у всех крутых контроллеров, у этого тоже есть стороннее приложение, через которое этот геймпад можно точечно настроить. Триггеры, кнопки, можно сделать три профиля, между которыми вы можете переключаться. К примеру, один профиль создан для Фортнайта, другой для Колты, другой для Батлы и так далее. Ну, я об этом много раз объяснял. Это реально удобная фича, особенно если вам нужна определенная настройка, или же, например, дополнительные кнопки сзади, чтобы их там не менять каждый раз. И как раз-таки с помощью кнопки М и кнопки Хуба вы можете переключаться между ними. То есть нажимаете на М, нажимаете на Игрик, это, например, стандартный профиль. Если нажимаете на Х, это там первый профиль и так далее. И что мне очень понравилось, в этом приложении вы можете проверить и очень точечно настроить те самые стики. И тут немножко пояснений. У стиков встречаются две проблемы. Люфт и дрифт. И часто всего их путают между собой. Это совершенно разные проблемы, и сейчас я объясню наглядно, в чем разница. Люфт стика, это тогда, когда он свободно качается по своей оси. И он в покачивании, по сути, бесчувственный. То есть вы его качаете, а персонаж у вас никак не реагирует. Дрифт стика, это же тогда, когда стик стоит прямо, но камера или персонаж, он сам по себе идет в ту или иную сторону. Это я сказал, чтобы вы не путались, и поэтому мы идем сейчас дальше. И как раз таки вот эти стики, это самые отличительные черта данного геймпада, поскольку они выполнены методом Холла. Это, кстати, реально первый геймпад с этим методом. Для того, чтобы не грузиться, что их технически отличает от обычных стиков, разница для обычных игроков заключается в том, что они более долговечные, ибо они каким-то там образом построены на магните, который создает напряжение, и который как раз не дает проблеме в виде дрифта стика возникнуть. В целом, именно из-за этого я заказывал данный геймпад, и знаете, я думал, что этот метод Холла спасет еще от люфта стика. Ну а люфт здесь все-таки есть, но он крайне маленький, и у этого геймпада, кстати, возможно, опять же, из-за этого метода Холла, достаточно чувствительные стики. И если покопаться в приложении, можно снизить внутреннюю мертвую зону геймпада, и понять, что этот люфт вообще никак не отразится на игре, поскольку стики здесь какие-то мега чувствительные, и даже этот люфт будет восприниматься как движение. Просто знаете, если взять элитный геймпад, то тут проблема в том, что люфт бесчувственный, и настроить его просто нельзя. То есть вы шевелите вот этот стик, а геймпад вообще никак не реагирует. А тут он, во-первых, крайне маленький этот люфт, так еще и можно его настроить в нелагающем приложении. Конечно, узнать, насколько эффективный метод Холла с решением проблемы дрифта не могу, ибо на геймпаде нужно играть, мне кажется, года 2-3, может быть 5, если проблем вообще возникнет. Просто у меня была такая проблема на контроллере Xbox One S, и в целом на экране вы можете это заметить, и имея тот самый дрифт, играть не особо комфортно, и приходится отдавать в сервис. Но вот как раз-таки этот метод Холла, он как раз-таки проблему должен и решить. Кстати, еще насчет стиков добавлю, единственная печаль, это сами стики, что они ниже, чем обычные, отчего нужно будет слегка к ним привыкнуть, или же достать какие-нибудь там насадки, но это, опять же, чисто киберспортивная тема. Несмотря на чуть другую форму геймпада, честно говоря, после 5 минут игры я вообще не заметил каких-то нареканий, ибо играется удобно, он не скользит, он не скрипит, все прожимается, и каких-то минусов и тугости я попросту вообще не заметил. И что касаемо корпуса, мне даже по тактильным ощущениям понравился больше, чем оригинальный геймпад. Дополнительные кнопки тут тоже очень в тему, и если вы привыкли на них играть, то вам это позволит не отрывать от стика палец, и не пользоваться методом клоу. Просто я к нему вообще не могу никак привыкнуть. Дополнительные кнопки, они опять же очень отзывчивые, не создают ощущение, как на элитном геймпаде, что нужно нажать чуть заранее. И честно говоря, за стоимость 4 косаря, правда я заплатил 5 кусков для того, чтобы мне привезли его чуть пораньше, но, к сожалению, не прокатило, я от качества реально офигел. Глядя на этот геймпад, на все его фишки, само качество, стики, приложения, у меня возникает вопрос к Майкрософту. Каким фигом они все еще не сделали нормальный геймпад? И каким фигом элитный геймпад по качеству, даже по сравнению с этим бюджетным, тянет на говно, особенно если брать во внимание стики? Сторонний фирм уже вовсю добавляет дополнительные кнопки как базу, решает проблему со стиками, добавляет возможность регулировать громкость и не выходить в каждый раз в меню, делать возможность программно запомнить 3 профиля и само качество геймпадов, оно ощущается лучше. И при всем при этом, эти геймпады стоят даже дешевле. Я не знаю как, но в какой-то момент жизни я пропустил тот самый момент, когда цена это не показатель качества. Просто ранее я думал, что взяв геймпад, например, подороже, он точно по всем параметрам будет лучше, чем тот, который стоит дешевле, но в этом случае получается наоборот. Просто, чтобы вы понимали, у меня есть юбилейный геймпад, 20-летний, и корпус там не прилегает как надо и чутка выпирает, отчего создается какое-то, знаете, корябующее ощущение. И это, кстати, не только проблема на моем геймпаде, это, видимо, там проблема целой партии, но факт остается фактом. Тут же я тестил целых 3 бюджетных геймпада от разных фирм, и у них в этом плане вообще никаких проблем не было. Единственный минус, и я бы даже сказал, не очень приятная характеристика таких вот бюджетных геймпадов, это провод. Который не особо удобен, если вы играете, например, в большой комнате, кто-то вечно, например, ходит, бегает с собакой и так далее. За счет этого вы можете либо вырвать из рук геймпад, либо консоль вместе с телеком, короче, это не особо удобно. Возможно, производители экономят именно на этом, поскольку положить провод в комплекте, видимо, куда дешевле, нежели сделать соединение Xbox Wireless, ну или Bluetooth. Но меня лично провод не смущает, поскольку я, опять же, играю на столе. Если же делать какой-то вывод, то геймпад, он крайне хорош, в соотношении цена-качество вообще огонь. И в целом, если вам нужен бюджетный геймпад, как второй геймпад, то GameSir G7 SE это очень хорошее решение. Единственное, опять же, насколько хорош метод холла, да, на длительное использование, я проверить, к сожалению, не могу, но для этого нужно просто очень и очень много времени. На этом, в принципе, все. Я очень надеюсь, что вам понравился данный обзор. Если действительно так, то прожимайте лукасы, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение об этом геймпаде, если вдруг кто-то приобрел. И большое спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok